Отгремели последние звонки, пройдены экзамены и сданы учебники, вручены школьные аттестаты и заслуженные медали. В школе номер 9 прошли выпускные торжества. Можно так сказать, учебный год для нашей школы завершился успешно. 47 выпускников 9 класса получили свои заслуженные аттестаты, к которым они шли долгих, возможно трудных 9 лет. Все наши дети успешно сдали экзамены и получили аттестаты. Среди обучающихся 9 классов одна ученица, это Смирнова Людмила, закончила 9 класс и получила аттестат особого образца. Успешно закончили и прошли государственную итоговую аттестацию наши 11-классники. Все 21-классники получили также аттестаты, успешно сдали экзамены. Среди наших выпускников 11-го класса есть две медалистки, чему мы несказанно рады. Это Коваленко Алина и Ширяева Анастасия. В большинстве своем это, естественно, высшие учебные заведения в их планах. Но сейчас они подают заявление до пяти учебных заведений. Но как бы в приоритете то, к чему они и стремились. В приоритете это и технологическое направление, и медицина, и информатизация. То есть на данный период времени замыслов у них много. Но как осуществятся их планы, мы узнаем чуть позже. Естественно, хочется пожелать нашим выпускникам поступить именно в то учебное заведение, которое у них в приоритете. Чтобы те знания, которые они получили в стенах нашей школы, послужили бы таким надежным фундаментом для продолжения обучения. Я надеюсь, то, что они приобрели в стенах нашей школы, то, как наши педагоги, наши замечательные педагоги научились их трудиться, приобретать знания. Все им пригодится в дальнейшем. Ну и самое главное, получить профессию по душе так, чтобы она приносила им только удовлетворение и радость, но и, естественно, пользу нашему обществу, нашей стране. Ну и еще хочется пожелать, чтобы они оставались всегда такими порядочными и добрыми, какими мы их знаем и какими они были в стенах нашей школы. Поэтому в добрый путь, наши милые выпускники. Не успела школа попрощаться со своими выпускниками, как начался ремонт к началу нового учебного года. Директор школы рассказала о планах и об участии в федеральном национальном проекте образования. Продолжается реализация федерального проекта «Современная школа национального проекта образования». И в рамках государственной программы развития образования в этом году спортивный зал нашей школы был включен в план ремонтов. Поэтому на данный момент осуществляется ремонт спортивного зала. Ремонтом предусмотрено частичный ремонт кровли и косметический ремонт внутреннего помещения спортивного зала. Замена, полностью замена освещения в самом спортивном зале. Общая стоимость работы составляет 992 213 рублей. В общую стоимость входят три составляющие. Это федеральный бюджет, это региональный бюджет и местный бюджет. Также в сентябре 2021 года в нашей школе откроется Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста». Для создания точки роста нами предусмотрено не создание на новом месте чего-либо, а реорганизация существующих помещений. В данный момент времени будет произведен ремонт трех учебных кабинетов. Это кабинет химии, кабинет биологии и кабинет информатики, где и будет осуществляться именно естественно-научная направленность и технологическая направленность для наших детей. То есть будет проводиться обучение и в урочное, и в неурочное время с использованием современных цифровых технологий. Что предусмотрено для создания точки роста? В каждом учебном кабинете будет произведен косметический ремонт, будут заменены окна и полностью заменено освещение. Общая стоимость работ где-то примерно миллион сто семьдесят восемь. Вся стоимость создания точек роста – это муниципальный бюджет. Открытие точки роста, ну и сдача обновленного спортивного зала предусмотрена к началу учебного года. Думаю, к 31 августа все эти виды работ будут выполнены, то есть выполнены в срок. Первые классы девятой школы укомплектованы. Продолжается прием в десятый класс на 2021-2022 учебный год. В новом учебном году мы в свою школьную семью примем 53 первоклассника, то есть набраны уже, искомплектованы полностью два первых класса, первая и первые бы, с общей численностью 53 человека. На данный период времени где-то 515 человек. Общая численность нашей школы. В десятый класс поступило 16 заявлений, но пока есть вакантные места, поэтому есть возможность принять желающих в десятый класс. В десятый класс у нас профильный класс. Мы формируем два направления профиля, это естественно научный и технологический. Мы осуществляем некий кадровый голод, в том числе на 1 сентября. Мне нужен учитель иностранного языка, учитель физики.